Дорогие друзья! По битве блогеров, то есть это не сами статистические данные битвы блогеров, это скорее, знаете, усредненный портрет игроков, которые вступили в ту или иную команду на основе их статистических выборок с аккаунта. Вот примерно так, видос на канале у меня вышел, посмотрите, достаточно интересная информация, вот ссылочку оставлю в аннотации сверху. У кого они не отображаются, ребят, ну привет вашему адеблогу, он блокирует. Вот, значит, переходим к акциям. Итак, ребят, акция к Дню Защитника Отечества, ну к 23 февраля, стартует у нас в пятницу, 19 февраля, как ни странно, и продлится до утра 24 февраля, то есть 23 февраля будет затронута. Значит, первое, что нам разработчики предлагают, это купить премиум технику, в том числе и в премиум магазине со скидкой от 15, аж, блин, до самых 50%, ну правда 50% только за технику 2-5 уровня, 30% 6-7 уровень и всего лишь 15% на технику 8 уровня. Посмотрите, может быть, что-то вам понравится, хотя я больше чем уверен, что большинство из вас премиум техники просто завались. Скорее всего, еще какую-нибудь премиум технику уже непосредственно Дню Защитника Отечества в премиум магазинчик добавят. Пока что вот наслаждаемся тем, что есть. Кроме того, за первую победу в день на любом танке будет Х5 опыта, то есть ожидайте безумные, сколько получается 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 23-е и утро 24-го. 5 дней, обалдеть. Кроме того, донатеры смогут перевести свой опыт в свободный по курсу 1 к 40, это самый выгодный курс из тех, что предлагал, как ли, картошечка. Скидки 50% на штатное оборудование можно будет получить. Обязательно покупайте себе всякие просветленные оптики, досылатели, улучшенные механизмы поворота, улучшенные закалки и так далее. Даже впрок можно брать. Потом, во-первых, сэкономите, если надо будет на какие-то танки поставить, ну а если не пригодится, продадите за те же деньги, за которые приобрели их изначально. Очень выгодное предложение. Ну и также скидка 50% на все виды кастомизации за игровое золото. Хотели поднарядить свои танчики, сейчас можно сделать это выгоднее, но тем не менее, ребят, я уверен, что и стили у вас просто на аккаунтах, ну, завались, просто завались. Имейте в виду, если вы соберетесь играть, начиная с пятницы, приготовьтесь к тому, что за первую победу в день вы получите, за первую победу вообще вот в этой, во всей акции, да, вот зайдете, сыграете, получите один день танкового премиум аккаунта. Если вы играете на базовом аккаунте и у вас там премиум в запасе нет, то имейте в виду, что он, ну, после первого победного боя начнет уже действовать и сгорать. Заходите в игру с умом. Правда, на технике вот 4-10 уровня и этот день премиум аккаунта можно будет получить всего один раз. За один уничтоженный танк противника в бою, неограниченное количество раз, вы сможете получать в два раза больше опыта экипажа. Так, быстренько затрагиваем, ну, малополезные вещи. За 2300 чистого опыта, за любое количество боев накапливаете, да, суммируется. Получаете два раза в сутки не более большую аптечку, большой ремкомплект и автоматический огнетушитель. Итого, 5 дней это делаете. Не так много, да, больших аптечек можно получить, но, тем не менее, имейте в виду. Теперь к жирноте переходим обратно. 23 раза попадаете в топ-10 по опыту в своей команде за любое количество боев. Ну, то есть, придется поиграть за эти 5 дней. Получаете 5 личных резервов на 100% к опыту на час. 5 личных резервов на 300% к опыту экипажа на час. И 5 личных резервов на 300% к свободному опыту на 1 час. Чего здесь нет? Правильно, здесь нет резервов на серебро. К сожалению, но, тем не менее, если больше 23 боев сыграете, я думаю, 100% это получите. Один раз на аккаунт за все эти дни можно сделать эту боевую задачу. За уничтожение 23 танков противника за любое количество боев получите надписи «Защитник Отечества», «Декали Медведь», «Декали Волка» и все это один раз на аккаунт. Неинтересно. И, наконец, последняя задача за любое количество боев нанести 23 тысячи урона техники противника. Будете получать по 2 доп. пайка каждой нации за каждые 23 тысячи единиц. И выполнить это можно 5 раз на аккаунт. То есть, итого, по 10 доп. пайков каждой нации получите. Ну, что, неплохо. В конце концов, если вам они будут не нужны, продадите их за серебришко. Теперь затронем, ребят, другие новости. Итак, первое. Многие мне задают вопрос, что делать с арендной техникой, забитого блогеров. Там стоит оборудование и так далее. Снимать за голдун не хочется. За демонтажные наборы тоже не хочется. Я спросил разработчиков, сказали, снимут автоматически. Когда? Да, не сказали. Скорее всего, ребят, когда будут новый патч выпускать, то есть в начале марта, эту технику спишут и все на склад автоматически поместят. Но в любом случае, сказали, снимут автоматически. Сроков, к сожалению, нет. Поэтому я тут пытаюсь угадать. Вот. Если у вас какие-то есть идеи, когда могут снять, ну, убрать эту технику арендную за битву блогеров, можете написать в комментариях. Вот. Если будет какой-то годный комментарий, я его, скорее всего, закреплю. Это что касается арендной техники за битву блогеров. Ну, там ее много давали, многие ее оборудовали, не хотят сейчас тратить голду. Демонтажные наборы я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Так, с этим разобрались. Теперь переходим к следующему моменту. Записываю этот ролик 18 февраля. И если кто-то там фанатеет от наборов твича, имейте в виду, что сегодняшний набор Амелла, по крайней мере, потому что указано на сайте непосредственно самого твича, заканчивается именно 18 февраля. Так что, скорее всего, возможность получить его сегодня также будет закрываться. Кто хотел, успевайте, как говорится, урвать. И, скорее всего, ну, опять же, это вангование, потому что продления нет, пока что еще информации, но, скорее всего, либо сегодня, там, 18-19 февраля, либо на днях будет также объявлен новый набор твича. Все фанаты не пропускайте. То есть, я знаю, у многих пользуются эти наборы спросом. Там командиры, камуфляжи, стили, дни премиум аккаунта в них входят. И многие их любят забирать, поэтому имейте в виду, сегодня последний день, когда, получается, январско-февральская Амелла действует. Не пропускайте. Также, ребят, судя по спецмагазину, в котором можно обменять жетоны за прохождение песочницы, там мы тестировали фугасы, доступен он до 23 февраля. Также на сайте написано, что с выходом второй итерации песочницы магазин будет недоступен. Получается, вторая итерация песочницы, скорее всего, там мы будем по плану тестировать экипаж 2.0, будет также запущена где-то плюс-минус 23-24 февраля. Не пропускайте, что называется. Ну и раз мы коснулись темы жетонов, ребят, помните, в прошлом году была экспедиция, мы там линию фронта катали, стального охотника. Так вот, ребят, в 21-м году экспедиция отменяется, будет расширенный боевой пропуск. Для всех режимов он будет работать как в рандоме, так и в стальном охотнике, так и в линии фронта. И в этом боевом пропуске вам будет доступно получение жетонов. А жетоны вы сможете поменять на танки прошлых лет, это Объект 777, вариант 2, Шарфутур 4, Фаза 1. А также 2 новых танка, это К-91 ПТ, это ПТ 9 уровня СССР на базе К-91, задней башенной, да. И Кунзе Панзер Германия, 9 уровень, тоже акционный танк. И его особенность это гидропневматическая подвеска с активацией по кнопке. Пока что это вся информация, ребят. Более подробно, я думаю, мы это все разберем в отдельном видосе. Пока просто вам накидываю для информации. Стартанет все это дело плюс-минус в марте 2021. Вот и все новости на сегодня. Надеюсь, вам было интересно это посмотреть, послушать. Если это так, обязательно поделитесь роликом где-нибудь там в своих социальных сетях. Или просто прожмите лайкос. Я буду вам крайне благодарен. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.